У меня говядина, тут у меня конечно много, я так прокручу и пожарю, в морозилке оставляю на следующий раз, чтобы не заморачиваться. Прокручиваем через мясорубку. Добавляю жир, потому что мясо не жирное, жир обязательно нужно. Ну, сколько уже сами, как вы любите, пожирнее, но жир обязательно нужно. Дальше у меня здесь три больших лука, где-то мясо было у меня полтора килограмма, но это просто, я столько не надо. На самом деле, для такого количества голубцов, которые я готовлю, и в конце вы увидите, где-то полкилограмма, а 600 грамм мяса вполне достаточно. Это я так для себя в запас. Добавляю соль, чёрный молотый перец. И куркума. Всё, больше я сюда ничего не добавляю. Хорошенько сейчас всё размешаю. Никакой зелени, никаких других приправ, потому что сезонные овощи, сейчас помидор, болгарский перец, хочется уже после зимы как бы ароматное блюдо покушать, уже такое настоящее. Поэтому никаких приправ, тут главное, у нас же ингредиенты, это овощи получаются. И мясо, когда вот без лишнего, без зелени всего, зелень при обжарке вообще, она темнеет и иногда подгорает. Вот, сюда лучше ничего и не добавлять больше. Итак, у меня мясо, жир, лук, соль, перец и куркума. Всё, хорошенько размешали и теперь мы его обжарим. Оставила я жариться. Когда начнёт уже схватываться мясо, надо часто мешать, чтобы не было больших комочков. Так, у нас уже жидкость, можно сказать, уже выпарилась, чуть-чуть там осталось. Добавляю я немножко масла. Масло у меня сливочное, топлёное. И теперь уже обжариваю. Теперь уже обжариваю. Всё, мясо наше обжарилось. Мясо готово. Кто-то добавляет рис, кто-то зелень. Я ничего не добавляю. Вот мясо, лук, соль, перец, куркума. Всё, больше ничего. Итак, болгарский перец зелёный и помидоры. Болгарский перец стараемся брать такие круглые, не длинные. Ну, я еле отобрала, если честно. В общем, срезаем вот отсюда крышечку. Вот так крышку не выбрасываем. Счищаем вот так вот внутренности. Стряхиваем, естественно, семечки. И вот будем их сейчас обжаривать. Вот так вот. Так, помидоры. Помидоры этой стороной вниз, чтобы она чётко держалась в кастрюле или в сковородке. А верхнюю часть вот так вот срезаем не до конца. Вот так вот приподнимаем. Если срежется полностью, ничего страшного. Просто можно приложить и всё. Так, берём маленькую ложку. Значит, маленькой ложкой выскребаем внутренность. Вот эти семечки, жидкость, всё выскребаем. Надо аккуратно это делать, чтобы не падать. Просто они сейчас чуть-чуть слаблются, ничего страшного. Ну, чтобы лично семья не было. При этом помидор нужно вот так вот сжимать. Её крепко давать. Хватит, на самом деле. Так, сковородку наливаем совсем чуть-чуть подсолнечного масла. Берём перцы, чуть-чуть солим их и вот так вот обжаривать. Крышки готовить не обязательно. Делайте это очень быстро, поэтому надо следить. Если в сыром виде, ну, мне не нравится в сыром виде, потому что они грубоватые получаются. А так они нежные и по вкусу такие вкусно получаются. Брызгается, надо быть осторожней. Слегка, видите, обжаривать переворачиваем. Видите? Субтитры сделал DimaTorzok. Вот так вот. Это я забираю. Помидоры тоже надо внутри хорошенько посолить и перевернуть, чтобы вышла жидкость, из которых мы счистили. Их мы не выбрасываем, тоже будем добавлять. Я сюда натру ещё один помидор, этого сока мало. Перчим. Перемешиваем. Сейчас натру сюда ещё один помидор. Начнём собирать наши голубцы. Помидоры. Видно, да? Наполняем фаршем, который мы обжарили. Вот так немножко утрамбовываем. Всё. Закрываем крышкой. Вот так такое? Всё. Всё. Алла. Всё. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Добавляю несколько зубчиков чеснока со всех сторон, чтобы дал аромат приятный. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...